Всем привет! Мы, как обычно, говорим о разработке. И сегодня я хотела бы рассказать о том, как быстро и бюджетно собрать на базе ZeroCode решений MVP для своего продукта. Рассказывать я это буду на примерах мировых таких единорогов, поэтому сомневаться в эффективности и результативности таких MVP не приходится. Напомню, MVP это минимальный жизнеспособный продукт, который часто используется стартаперами для тестирования гипотез о новом продукте и его разрабатывают перед тем, как заняться разработкой полноценной версии продукта. Итак, давайте перейдем непосредственно к стартапам. И открывает наш список такой небезызвестный проект, как Farfetch. Farfetch это онлайн ритейл, который работает по системе Marketplace. Их бизнес-модель заключается в том, что они предлагают оффлайн-ботикам по всему миру размещать свои товары в их платформе и продавать их онлайн. Соответственно, в их системе есть две таких функциональных части. Часть продавцов и часть покупателей. Когда Farfetch стартовали свой проект, они начали с того, что собрали контакты бутиков, которые были бы заинтересованы продавать онлайн-товары. И на самом деле подход этот очень-очень правильный, потому что собрав контакты продавцов оффлайн, есть возможность на первых порах разработки проекта отказаться от разработки вот части для продавцов и делать ее вот эту часть мануальной. Соответственно, для запуска минимальной версии продукта Marketplace нам потребуется просто какой-то e-commerce-движок, готовый e-commerce-движок. На рынке таких огромное количество, поэтому можно выбирать любой, какой нравится. Это может быть Shopify, это может быть WooCommerce, это может быть вообще все что угодно. Это может быть, потому что на самом деле даже Webflow предлагает функционал e-commerce. У них есть какой-то отдельный модуль на базе Webflow. Тоже вот очень быстро можно все это дело запустить. Когда я говорю Marketplace, я на самом деле подразумеваю огромный спектр бизнес-моделей, которые функционально под собой подразумевают две части. Одна часть — это кабинет продавца, вторая часть — это часть, которая продает и является витриной того, что продавец добавил через свой кабинет. Это могут быть как товары, как в случае с Farfetch, так и услуги. Поэтому, когда мы говорим о таких проектах, амплитуда огромная, начиная от проектов типа Amazon, eBay, Wildberries, Ozone, ресейл-платформы типа Vestiar, Oskeli, проекты типа Etsy, так и там могут подразумеваться проекты, которые предлагают услуги, например, проекты типа Upwork, или, например, проекты, которые предлагают аренду, потому что, например, в Airbnb в основе тоже по большому счету Marketplace. В Airbnb есть часть продавца и часть покупателя. Да, там есть какой-то дополнительный обвес, но базу, базу это не меняет. Соответственно, для тестирования идеи бизнеса типа Airbnb тоже отлично подойдет e-commerce-движок. Но создатели Airbnb на самом деле сделали по-другому. Создатели Airbnb при запуске проекта сделали просто парочку лендингов, которые описывали квартиры, которые предлагались в аренду. И это тоже суперпопулярная опция, и она на самом деле подойдет гораздо более широкому спектру проектов, не только Marketplace. Идея в том, что создается лендинг, который просто описывает товар, услугу, сервис, который вы предлагаете, и какую-то конверсионную кнопку, которая подразумевает, что заинтересованный пользователь оставляет свой контакт. И в случае, если, например, с Airbnb они, конечно, могли, скорее всего, какие-то квартиры предложить, но если в вашем случае нет возможности предложить непосредственно вот здесь и сейчас какую-то услугу, вы, по крайней мере, можете собрать контакты заинтересованных людей, прислать им имейл о том, что... и прислать им информацию о том, когда будет доступен ваш продукт, или когда будет доступна первая версия вашего продукта. Это тоже часто бывает, таким образом тестируются гипотезы и собираются контакты первых последователей. Поэтому лендинг-пейдж — это будет самая универсальная история, которая подойдет практически каждому первому бизнесу. Собрать лендинг-пейдж на самом деле вообще еще проще, потому что инструментарий, который позволяет его собирать, вообще огромнейший, да, начиная с тех же упомянутых уже e-commerce-движков, там тоже прекрасно собираются лендинг-пейджи, заканчивая маркетинговыми какими-то тулами, на базе которых можно рассылать имейлы, там даже внутри вот таких есть конструкторы для лендинга. То есть вообще абсолютно любой тул, который позволяет накидать блоки лендинг-пейджа в какое-то описание вам подойдет. Ну или HTML, если вы владеете им, или если у вас есть разработчик, который может с этим помочь. Вот. Соответственно, если мы будем двигаться дальше, то дальше у нас по списку есть такой проект, который тоже всеми известный, всеми любимый во всем мире, называется TripAdvisor. А напомню, TripAdvisor — это система, которая позволяет посмотреть отзывы, сгенерированные реальными пользователями услуг в интернете о туристических услугах. То есть это гостиницы, это экскурсии, это какие-то кафе-рестораны, это какие-то экскурсионные объекты. То есть, в принципе, любая услуга, которая существует в сфере туризма, она может быть каким-то образом оценена на TripAdvisor, и все, когда хотят узнать информацию о месте, куда они едут, они, как правило, идут на TripAdvisor. Сегодня TripAdvisor еще предлагает дополнительную возможность забронировать там те же самые отели, но, если я правильно понимаю, это какие-то интеграции, поэтому они просто пытаются таким образом расширить спектр услуг, которые предлагают своим пользователям. Так вот, начинали они с гестбука. Что это такое? Это просто возможность оставить комментарий на объект. И функционал вот такого порядка тоже существует в огромном количестве движков, e-commerce, движки, CMS, какие-то системы, там тот же самый WordPress. Они имеют внутри себя огромное количество вариантов, плагинов, аппликейшенов, которые позволяют комментировать какой-то объект. Вот, пожалуйста, делайте landing page на WordPress, ставите плагин, который позволяет собирать комментарии, и вуаля, гестбук готов. Вот таким вот путем пошел TripAdvisor, и сегодня вы же смотрите, куда они пришли. Наикрутейший проект, узнаваемый во всем мире. Далее я бы хотела поговорить о таком проекте, как Reddit. И Reddit — это по своей сути форум. Форум, который на сегодняшний день имеет огромный такой тяжелый-тяжелый обвес в виде дополнительного функционала, дополнительных возможностей. Но начинали они с базового варианта форума, и форум поднять тоже, в общем-то. Но это big deal. Небольшая проблема. Сделать это можно на базе только тех же самых популярных движков. WordPress наверняка имеет огромное количество плагинов, которые позволяют развернуть форум. Ну и если, в принципе, задаться этим вопросом, наверняка можно найти в интернете функционально более удачные решения и запустить на их базе форум. Как показывает практика и опыт, продвигаться своей большой и великой цели нужно маленькими-маленькими шагами, начиная с чего-то очень сильно небольшого. И как мы видим на опыте успешных стартапов, это вполне себе посильная задача, и многие стартапы в основе своей использовали разработку MVP и, в общем-то, оказались вправо. Вам же, если вы задумались запускать свой стартап, я желаю удачи. А если у вас остались вопросы, пишите их здесь в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры создавал DimaTorzok